День добрый, дамы и господа, сегодня у нас 10 января 2021 года У микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния Осталось 10 дней, 10 дней до инаугурации, кто же будет в Белом доме, а кто будет в тюрьме Линвуд две недели тому назад сказал, что Майк Пенс не пошевелит пальцем, чтобы Ну даже не то, чтобы помочь Трампу, а в том, чтобы восстановить справедливо связанную с выборами И видите, вот после утверждения 6 января Конгрессом Байдена, как будущего президента США Значит, выяснилось, что он прав А сегодня, пару дней тому назад он сказал, что сегодня завершился самый большой подлог в истории моей страны И, возможно, и мира Теперь это мошенничество стало преступлением Многие из преступников будут арестованы в течение ближайших нескольких дней И Трамп останется нашим президентом на еще 4 года Это я цитирую Линвуд, юрист, о котором я вам рассказывал Такой немножко, так сказать, иногда он какие-то вещи говорит странные, но посмотрим Конституционный процесс прошел по сценарию демократов А Трамп дал возможность демократам и республиканцам, которые, значит, как бы примкнули к демократам В правительствах штатов и на федеральном уровне Трамп дал им возможность остановить явные подлоги Но никто из них, из тех, кто мог, значит, рукой, пальцем не пошевелил Чтобы спасти демократию в США Это я опять цитирую из Лина Вуда И снова, значит, Линвуд из другого его, как бы, послания Он все время выпускает твиты Почти, так сказать, настолько много, столько Трамп в свое время выпускал Сейчас почему-то Трампа нет Ну, в твиттере нет, понятно почему Но вообще, так сказать, в медийном пространстве он практически исчез А, значит, Линвуд Я знаю, что десятки миллионов сограждан испытывают сейчас ощущение депрессии Гнева, разочарования в системе, в Америке, в нашей республике Я знаю, что для вас это были нескончаемые два месяца Но будьте терпеливы Справедливость восторжествует И ждать осталось совсем немного Далее Линвуд сообщил, что Трамп сейчас в Техасе В федеральном центре коммуникации Это, так сказать, армейский федеральный центр коммуникационный Значит, твиттер выкинул тут же Вуда после этого Как, впрочем, и Трампа Значит, не давая ни тому, ни другому общаться с последователями И со своими сторонниками А мы уже знаем, что есть целое объединение Из практически всех Тех, кого мы называем social, social network, social media Ну, там, твиттер, фейсбук, гугл Amazon, кстати, потому что они сервера свои предоставляют Всяким, так сказать, на social networks Есть целое вот такое вот, как бы, объединение Направленное на то, чтобы нас обмануть Или, по крайней мере, не дать нам узнать правду Тем временем, трое известных блогеров Это Роберт Дэвид Стилл Саймон Паркес И Чарльз Уорд Выпустили совместное такое Видеопослание Видеокоммунике, я бы даже сказал Которое я назвал бы Четыре туза в рукаве Трампа И вкратце Они сказали следующее Господа, вот не путайте Пожалуйста То, что я говорю, мое мнение С той информацией, которую я пытаюсь вам давать О разных других людях Я не знаю, правда или неправду говорят Я пытаюсь вам просто Передавать ту информацию, которую от вас скрывают А дальше, что с ней делать Давайте вместе разбираться Значит, сказали они следующее Значит, у Трампа есть указ 2018 года Это вот я упоминал много раз 12 сентября 2018 года Значит, о кибератаках Иностранных государств На демократию в США Там написано было И этот указ Вкупе с Чрезвычайным положением Действует и сейчас Так как в сентябре 2020 года Он был на два года А теперь Трамп его в сентябре 2020 года Продлил еще на год По-моему, может на два По-моему, на год Все больше свидетельств о том Что Это я продолжаю рассказывать Что эти три блогера заявили Все больше свидетельств о том Как действовали заговорщики Чтобы изменить Подтасовать результаты выборов И, кроме того, показывает Что использовались иностранцы тоже Например, итальянские спутники частные То есть Нападение на конституцию США Было совместно с внутренними преступниками Это они так говорят И иностранными группами Также существует китайский след Который все более и более проясняется То есть у Трампа С их точки зрения Все больше доказательств Внешнего вмешательства В выборы в Соединенные Штаты Америки Для того, чтобы помочь Определенной группировке Партийные или не партийные Сейчас не важно Выгнать из власти Неудобного Китаю И другим всяким странам И посадить Во главе Соединенных Штатов Америки Тех людей, которые им удобны То есть Трамп, как президент Не просто имеет право Но и обязан С их точки зрения Вести Martial Law Это типа Скажем, военное положение В ряде штатов Такое partial То есть, так сказать Частичное Частичное военное положение А в ряде штатов Особенно в тех Где были совершены подлоги И ввести Как бы Следствие Ввести с помощью военных следователей И прокуроров А не с помощью Возможно Замаранных Почти Точно уже Замаранных Запятнанных Либо шантарированных Либо просто части Всего этого Операции Судьи и прокуроров Наши, значит Английские друзья Блогеры считают Что Трамп сейчас готовится К этому самому акту Одновременно с этим Google Facebook Apple Twitter Предпринимают совершенно Экстраординарное усилие По введению Жесточайшей Цензуры В стране Мало того Что Они перекрыли Возможность Президенту Его ближайшему окружению Тех людей Которые его поддерживают Общаться с народом Они еще пытаются Заглушить Как когда-то делало КГБ В СССР Те источники Информации Которые Не под их контролем Но в чем-то Там от них Зависит Потому что Они как бы Схватили Изначально Взяли Свои руки Про управление Всякое Сейчас я объясню Что я имею ввиду Одна из Таких Социальных сетей На которую Они дружно Напали Называется Парлер В которую Стали переходить Республиканцы Она подверглась Совершенно Беспрецедентной Атаке Со стороны Эппл И Гугл Эппл снял Парлер С их магазина Аппликации Через которые Люди Собственно И сгружали Все это У нас Как бы Бизнес Не имеет права Его так взять И другой бизнес Обрубить Без того Чтобы там Ну скажем Суд вмешался Либо там Не было Совершенно Точно Каких-то Действий Этого другого Бизнеса Направленных На разрушение Скажем Страны И то В суд И вот Они Сняли Парлер И таким Образом Новые Люди Которые Хотели бы Подписаться Парлер Не смогут Пока Временно Пока Не будет Какого-то Другого Способа Туда Подписываться И Парлер Решится Новый Волны Новых Которые Убегают Из Твиттера Убегают Подписчики Удвигают Из Фейсбука Убегают Из других И Шли К ним Это Еще В пару Других А Значит Пользователи Не могут Их найти Это Google Постарался И Загрузить На свои Телефоны Это Apple Постарался А Google Сделал Поиск Парлер На интернете Чрезвычайно Сложным А То То есть Теперь Не Только Мы Не Будем Сами Не Будем Доносить До Наших Клиентов Слова И Там Цели Идеи Республиканцев Противозаконно Сейчас Объясню Почему Но Можно Еще Каким То Образом Судить Редить А Сейчас Они Уже Пытаются Мы Не Дадим Никому Другому Донести Идеи Республиканцев До Народа Потому Что Мы С И Это Господа Конец Свободы Слова В США Если Это Вот Сейчас Не Пресечь Конец Свободы Слова В США А Со Свободой Слова Уходит И куча Других Свобод Незаром Свобода Слова Это Первая Поправка Конституции Первое Дополнение Конституции Если Говорить Правильным Языком Называется Поправка На самом деле Ничего Не исправляет Она Дополняет Но Самое Ужасное Что Значит И Властям И Конгрессу И Сенату И Прессе Огромному Количеству Просто Жителей Нашей Страны Нравится Чтобы Тех Людей Которые Говорят То Что Им Не Нравится Лишали Свободы Слова Они Не Понимают Что Их Потом Тоже Лишат Этой Свободы Слова Они Сейчас Радуются Что Кого Лишили Он Плохой Его Лишили Суды Отказываются Принимать Иски От Пострадавших Как Они Точно Так же Отказывались Принимать Иски По Поводу Давайте Разберемся Что Происходило С Выборами Парлор По договору Пользовался Серверами Амазон И Похоже Амазон Без Предупреждения Их Отключает Значит По крайней мере Внутри Амазона Есть Такой Приказ Отключить Парлор Нарушая Все Мыслимые Немысленные Законы Договора И договоренности И Любой Человек Любая Организация Которая Сейчас Пользуется Услугами Серверов Скажем Амазона Должна Очень крепко Задуматься О том Что Секундочку Они Взяли И Вырубили Без Предупреждения Не дав Им никуда Переехать Просто Нагло Вырубили Нарушив Все договора Потому что Политически Им не понравилось Что там происходит На Парлор Значит Они Запросто Могут То есть Творится В США Совершенно Что-то Фантастическое Как бы Для этой страны Мы жили Мы жили В каком-то другом Государстве Это Зазеркалье Но я начинаю Думать Что это Мы жили Зазеркалье Нам казалось Что-то А на самом деле Там происходило Вот пришел Трамп И просто Сам факт Его прихода Что он Не из бражки Из этой Он из чужого Кого-то Он пытался Еще их Куда-то Там Бизнесом Закрывать Они Дуют нас Как дойных коров А сейчас Еще и в стойло Пытаются поставить Чтобы мы не дергались Лучше жерели И больше молока Нагуливали А он Сказал Что он Вычищать их будет И только сказал Начал Все говорят Все Начал это делать Вот тут Все это шопло На него И на нас Тоже накинулось Потому что Мы начали Говорить Давай Выгоняй Их Да Чисти Не понравилось Это им А так Это оказалось Практически Все руководство Выборное Невыборное Нашего государства Неважно Из какой партии Они были А Когда фашизм А вот это то Что происходит Сейчас Это вот просто Скажут врачи Штука о фашизме Тебе вот расскажут Точно то Что сейчас происходит Соединенные Штаты Америки А он направлен На политических Противников То Вот В США Миллионам Образованных Умных Как бы Любящих Вроде Свою родину Людей Американцев Это нравится Это не может Нравиться Потому что Это фашизм Но это им нравится Потому что Этот фашизм Он делает Плохо Вот ему А я получаю Вот это Удовольствие Очень им это нравится Они считают Что те Кто Кто думает И говорит Не так Как они Значит Наверное Очень плохие люди Раз они не так Как мы думаем Мы же За справедливость Мы за хорошее А раз они не так Как мы Значит они за плохое А не противоположность Они не понимают Что люди могут быть Только тоже за хорошее Но каким-то другим образом А может быть Их образ И путь лучше Чем их Нет Значит Я прав А если он Говорит что-то не так То он не прав Значит он Убийца Кошмарный человек И его надо затыкать Всеми силами И свободу слова И собрания И речи И передачи информации И право на заработок Вот У них можно отнять И вообще отлично Что это делают Вот Если ты не с нами Нам наплевать Как с тобой расправляются Вот Ты ведь враг Да Вот так они К сожалению Думают Вот куда девалась Гордость За свободой В Америке Началось Что лет 20 назад В университетах А сейчас Охватило всю страну Потому что Там Не остановили Там Не остановили Началось По всей стране Отрезав Парлор От серверов Амазон Социальная сеть В которой Участвуют Уже миллионы Людей Она просто Разорится Закончит Своё существование То есть Их лишили Они вложили деньги Огромное количество Работы Люди Поверили Руди Начали С ними Сотрудничать Бам Политический Советский Союз Китай Гитлер Пол Пот Чаушеску Абсолютно Всё то же самое Тем временем В Италии Значит Пресса Бушует По поводу Вмешательства Разведок И То что называется Индустриального Военно-индустриального Комплекса По-моему Так по-русски Это звучало Через Спутники Леонардо Значит Спутники Для передачи Информации От Голосовальных Машин В США В Италию А далее В Германии Ещё В какие-то места То есть Бушует Пресса Итальянская По тому поводу Что это там Происходило Значит Бывший директор По-моему Он директор По киберзащите В фильме Леонардо Вот у которой Спутники Артура Деле У меня знаете С фамилиями Всегда проблемы Он обвинён Прокурором Неаполя В киберманипуляциях Связанных С выборами В США При этих Манипуляциях Как там написано Значит В обвинении Одни цифры Были заменены На другие Значит Ну и Как мы подозреваем Байдену Не убавили Голоса А вот Когда они проходили Серверы Леонардо И есть уже Признание Вот этого Человека Значит Который Работал И был ответственен За всё это В Леонардо В этом концерне Он Собственно Его признание Что действительно Они это делали Эта информация Поступила Как раз Вот Шестого Седьмого Января Вы знаете Что у нас Разница Там Двенадцать Часов С Италией Примерно Одиннадцать Двенадцать Да И в то время Как конгресс США Утверждал Байдена В Италии Пресса писала Что Байден Не получил Даже близко Того количества Голосов О которых Говорили в конгрессе Вот в то самое Время Так Я хочу Чтобы вы все Понимали Что я не понимаю Итальянский Не читаю по-итальянски И вынужден пользоваться Англоязычными Отчетами Переводами И прочее И не могу гарантировать Что все точно Переведено И вообще К сожалению В эпоху фейков Мы вообще Ни на что Не можем гарантировать Правда Я видел детское интервью По-английски Опять же С подсрочником Вроде Прокурорша Еще пару человек Говорили Все то же самое Седьмого Вечером Трамп Сказал В обращении К своим последователям Такую фразу Это не конец Это только начало Трамп сказал Наше потрясающее путешествие С вами только начинается Начинается что? Что он имел в виду? Вот почему Линвуд, Джулиани Сидней, Пауэлл Там куча других людей Не устают повторять Даже этот самый Который делает подушки И продает Так сказать Да вот этот самый Какой Майпилов Да Тоже так сказать Летел в своем собственном самолете И сказал Я там только что общался С генштабом С Трампом С кем-то еще Господа Там 20 числа Трамп будет Поднимет руку А Байден будет в тюрьме Я ничего не понимаю Да Вот Они не устают повторять Что 4 следующие года Дональд Трамп Будет нашим президентом У нас осталось 10 дней Пока никаких сигналов Для этого нет Сначала БАР Не сделал отчет О деятельности Демократа То есть сорвал Отчет о деятельности Демократа В 2016 году Не наказали ФБР Не наказали ЦРУ Не наказали никого То есть они сейчас Продолжают делаться То же самое Я думаю Что лучше Чем в 2016 году Потом мы не получили Отчет О выборах Которые Департамент Значит Национальной безопасности Должен был сделать Нам 18 декабря Где этот отчет Вроде бы Люди Трампа Должны были Его делать Нам не дали Ниакой информации Значит Ценера Хантера Байдена Который Больше года Оказывается Просидел в ФБР Никто о нем не знал Ну кто-то знал Да нам не говорили ЦРУ Не предупредила Нас о вмешательстве Иностранцев В выборы Хотя Ну если они о России Что-то такое говорили Там Четыре лишнего года Там назад То об этом То что происходило Сейчас уже Точно должны были знать Да Республиканцы В пяти штатах Проголосовали За списки Кандидата Получившего Меньше Голосов Чем их Наш республиканский Кандидат А суды Не приняли К рассмотрению Не одно дело 60 судей Пенс Который мог Остановить подсчет И дать комиссии Круз Предлагал Так сказать Ставите подсчет Дайте мне 10 дней Так сказать С комиссии Сената Мы проверим Подлоги И скажем вам точно Ровно через 10 дней До 20 мы успеем Мы скажем вам точно Было не было Что было Это самое А дальше решайте сами Зачем Куда вы торопитесь Нет Пенс не дал это сделать А значит Трамп и его окружение Говорят Что это только Начало нашего Замечательного путешествия Совместного С Трампом И Лин пишет следующее Дорогие друзья Значит Патриоты Трамп Значит Дал Конституционному Процессу Дойти до своего Завершения Ни разу Не вмешиваясь Но Идите спать Спокойно Трамп будет Вашим президентом А не проигравший Ему Джо Байден Которого Пытаются Представить нам В качестве Лидера Значит Кто его Представляет Так называемая Элита Страны Не мы с вами Правильно Те кто считает Что она Элита Умнее нас Идиотов И поэтому Мы Должны Жить Не так Как мы Идиоты Хотим А как они Умные Нам Прикажут А если Нам это будет Не нравится То у нас Просто Отрежут От работы От денег От общения И нам Сразу же Все понравится А если Мы Ослушаемся То нам Отрежут Уши И хвосты Скажем Да Между демократами Гуляют Сейчас два Твита Сообщения Не знаю Как угодно Один Что Что в главных Городах Организация М4БЛ М4БЛ Это значит Такая Неомарксисты Которые Крюшуют Финансируют Порядка 150 Организаций В США Включая БЛМ И Антифу Она собирается Устраивать Беспорядки В 10 раз Как нам Сообщили Больше Чем были Ранее И второе Что в некоторых Штатах Нас отключат От всех Средств Коммуникации Потому что Они боятся Что Трамп Выйдет Через Эмерженси Контакты Выйдет На наши телефоны И будет Вещать Мимо них А Значит Якобы По этому поводу Сейчас делаются Те самые Обновления Телефонов И Гугл это делает И Эпл это делает И тому подобное Чтобы И обновить Таким образом Чтобы полностью Перекрыть Нашу возможность Значит Слышать Что бы то ни было Что нам будет Говорить Руководство Нашей страны Завтра Нападает На нас Там Китай Условно говоря Или кто-то там Да взрываются бомбы А мы полностью Отключены Мы ничего Об этом не знаем В городе Лос-Анджелес Там был взрыв Надо бежать Потому что там Химия какая-то Разливается по рекам Да мы от этого Отрезаны Потому что Гугл Там Фейсбук И прочее Решили Что нам Ну умрем Мы в конце Знаю только Что Камала Харрис Заявила Что значит Преступников Штурмовавших Капитолий А надо Наказывать По всей Строгости Режима А также Тех людей Которые Призывали Их К этому Но она же Сама Вот только Что призывала БЛМ Там Антифу Гробить Магазины Здания Она сама Поднимала Их На поджоги И избиение Тысяч Одураченных Черных Значит Не избиение Черных Избиение Одураченных Черных На всякие Избиения Поднимала Не только Черных А Джо Байден Который Сообщил Что Он Примирит Всю страну Вот Примирит Как-то Выберите Я сразу Примирю Всю страну Сразу Просто В тот же День Вот Первым Делом Произнес Речь Совершенно Каннибалов Каннибалическую Речь Каннибала Объединяющую Республиканцев И Трампа Во всех Мыслимых И немыслимых Совершенных Грехах Преступлениях Абсолютно Показав Что собирается Править Страной Разжигая Ненависть Каннибал Мысли А совсем Не примеряю Никого Следующий Аж Джо сообщил Что он Раздавит НРА НРА Это Национальная Ассоциация Владельцев Оружия 5,5 Миллионов Активных Членов И приблизительно Еще 60 Миллионов Сочувствующих Раздавит Отберет Оружие А Лишит Права Защищаться От бандитов И от Арестов На Рассвете Не знаю Если они будут Использовать Я не знаю Как они это будут делать Они будут Сказать Воронке Они собираются Использовать Машины для перевозки Хлеба Как это было раньше Или Им Амазон Даст свои Автомобили Чтобы перевозить Арестованных Людей Саросята Вообще Хотят заставить Нас Купить Сейфы Всех Кто имеет Оружие Значит Положить туда Это оружие Держать его Только там Не иметь Права Вынимать Дадут Мы обязаны Будем Дать право В любой час Дня Ночи Утра Там Когда угодно Входить Полиции Специальной В наши дома Без предупреждения Проверять Лежит ли оружие У нас В сейфах А еще Мы Будем платить За каждый Ствол Налог Сейчас обсуждается Сколько Камала уже Сказала Чем больше Тем лучше Вот это будет Тест Кстати Американской Свободе Американскому Желанию Выжить Как нации Сразу После этого Заявления Было опубликовано Заявление Одного из Руководителей Республиканской Партии В Неваде В Неваде Довольно много Оружия У людей У республиканцев Такого содержания Не верьте тем Кто утверждает Что Трамп Согласился С проигрышем А написал он Ни разу Трамп не сказал Что 20 числа В Белом доме Будет Байден Трамп Обладает Звериной Интуицией И знанием Ситуации Вечером 3 ноября Как пример Он привел Трамп сказал Я бы не советовал Никому Вбрасывать Поддельные Бюллетени В 4 утра Откуда он знал Про поддельные Бюллетени В 4 утра Вот А помните Когда были Вброшенные Поддельные Бюллетени Вы правы В 4 утра Как он знал Как угадал Если он гадал Да Вот вы скажете Осталось 10 дней До инаугурации Господа Я вам Я вам Пересказываю письмо А не делюсь Своими мыслями Это может быть Письмо Сготовленное В Демпартии Чтобы нас просто обманывать Может быть Бред сумасшедшего А может быть Правда Дальше там написано Следующее Трамп будет говорить С нацией По системе Связи национальной безопасности Это то вот Что хотят Отключить нам Гугл И Apple А все те гиганты Будут этому препятствовать Это все письме Включая Не давая Вашим телефонам Принимать информацию От управления Безопасности Страной Значит Информация О Значит О предательствах Обманах И преступлениях Будет предоставлена Аресты будут Произведены Увидите Как штаты Где руководство Замарано Будет отключать Вам связь И электричество Чтобы вы ничего не узнали Увидите Как закон О постановлении Значит О подавлении Мичежей Это не Инзирекшн акт Который там В 1806 году Если я ошибаюсь И указ От 12 сентября 2018 года С Значит О приравнивании Кибер О приравнивании Кибервмешательства К военным операциям Будут применены Трамп 20 января Как он говорит Вместе с Помпео Или с Ники Хелли В качестве вице-президента А не с Пенсом Примут присягу Сегодня у Трампа Есть многочисленные Доказательства Предательства Попыток переворота И взаимодействия Пучистов Назовем это прямым Словом С иностранной разведкой И иностранными государствами Вот вспомните Например Признание Одного из тех Вот Руководителей Леонардо Что они получали Данные От голосовальных машин В Штатах И меняли цифры Или что Машины Доминьон Были связаны С С интернетом Хотя руководство Говорило все время Что не были Даже Подали На 1,3 Или 1,4 Миллиарда Долларов Самый иск Против Этой самой Пауэлл Сидней Пауэлл Пытается ее запугать Это Господа Все есть письма Значит Верить или не верить Это ваше дело Но это та информация Может фальшивая Которую От вас Скрывают Решив Что вы Недостаточно Умны Чтобы Разбираться Самим Поэтому ее У вас скрывают Мол А они Разобрались Решили Что это вранье Поэтому показывать Вам не будут И много чего другого Еще показывать Не будут Если бы только это У них из рук Из них Не вырвем Я бы сказал Так От меня В декларации Независимости Значит Сказано Что если мы народ То есть население Страны Соединенные Штаты Америки Получившие Неотделимые Права От Бога А не от короля Там Председателя Какого-нибудь Там Или барона Народ Создает Правительство Которое Получает Свои полномочия Согласия Управляемых Они нами Управляют Но они Получают Свои полномочия С нашего Согласия И согласия Как нами Управлять Но когда Форма правления Становится Разрушительной Для населения Страны Это мой Достаточно Вольный Но достаточно Точный перевод Того что там Написано Люди Имеют право Изменить Или вообще Отменить Ее Или вообще Отменить Ее Ее Это правительство Или форму Правления И создать Новое правительство Новую форму Правления Которое Лучшим образом Будет Защищать Их Нашу Безопасность И право На счастье Вот Люблю этот документ Значительно Больше Чем Конституцию Вот На этом мы Закончим Но Направе Нас Создавать Новую форму Правления Я Создаю Сейчас Центр Который Называется Реалити Тюб Мы уже Зарегистрировали Это название Зарегистрировали Веб-сайт Разбросали его По всяким Неловленным Серверам Вот Именно Для этой Цели Для того Чтобы Помогать Нам С вами Осознать Каким же Должно быть Это новое Правление Новая Форма Правления И как Мы можем Справиться С тем Чтобы Выкинуть Существующую Форму Правления Ну Мягко говоря На помойку Нэнси Пелоси Уже призвала Генералов Американских Держать Трампа В изоляции То есть Это уже Просто призыв С моей точки Дрения К Революционному Решению Ситуации Чтобы Он Не нажал Якобы На атомную Кнопку Это Он Тот самый Самый Мирный Из всех Президентов США За последние По-моему 100 лет А может И больше А Чак Шобер Сообщил Что 21 Января Сразу После Инаугурации Сенат Будет Сенат Или Конгресс Сейчас Не помню Но Будет Слушать Дело О преступлениях Трампа И его Банды Ну Вот Значит На сайтах Демократических Лидеров Призывают Не принимать На работу Тех Кто поддерживал И поддерживает Трампа Давал Республиканцам Деньги Ходил на Демонстрации То есть Ну мы с вами Вот А в Изданиях Всяких У демократов Просят Составлять Черные Списки Вот этих Самых Идеологических Противников Опять же Нас С вами Вот Зачем Их Составлять Чтобы на них Любоваться Ну Вряд ли Есть у них Какая-то цель Подумайте Сами Для чего Составляются Черные Списки Вот Трамп Это Знает Если Я знаю Если Другие Это Знает Трамп Это Знает Так Кто Будет 20 Числа В Белом Доме Поднимать Руку И Принимать Присягу А кто Поедет На Колын Сами Решайте Значит На этом Уже Все Я пообещал Уже Три минуты Тому Азат Но Еще Продолжил Поэтому На этом Совершенно Все Пожалуйста Естественно Репосты То что Называется Комментарии Обязательно Очень Важно Господа Ставьте Лайки Дислайки Мне Не важно Главное Чтобы Реагировали Главное Чтобы Завязывались Споры Разговоры Потому Что В споре Ну Как бы Хотя Проясняются Стороны Насчет Истины Рождается Я не Уверен Но Проясняются Стороны Начаешь Понимать Что Противоположная Сторона Хочет А Еще Одно Значит Мы Уже Работаем Очень Серьез Работаем Над Созданием Вот этого Центра Реалити Тюб Он Еще Не Задействован Но Думаю Что Приблизительно Через Месяц Будет Задействован Естественно Нам Нужны И на Всякие Юридические Технические И на Переводческие И тому Подобные Дела Нам Нужна Помощь Поэтому Если Кто Может Помогать Финансово То Мы Поместим Куда Посылать 5 долларов 10 50 500 50 Тысяч Еще Кто-то Хочет Это Все Будет Отойдет На Nonprofit И Будет Сниматься Учитываться С налогов Ну Тем Кто в Америке И с Другие Страны Я Честно Говорю Не знаю На Этом Все До Свидания И До Следующих Встреч Продолжение следует